МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть очередная педагогическая конференция – одна из центральных тем взаимоотношений между родителями учеников и педагогами. Безопасность превыше всего. Сотрудники госавтоинспекции проверили подъездные пути к образовательным учреждениям, где есть нарушения. Здравствуйте! Подводим итоги понедельника. Первого рабочего дня в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Беспечность ныринмарцев вновь привела к двум преступлениям против собственности. Так, в первом случае житель одного из многоквартирных домов Ныринмара оставил дверь незапертой, чем и воспользовался ранее судимый гражданин. Он похитил из квартиры телевизор и системный блок. Во втором случае жительница города лишилась 240 тысяч рублей со своей банковской карты. В ходе распития спиртного потерпевшая передала свою кредитку знакомому, сообщив ему пин-код. Молодой человек снял с карты все имеющиеся деньги. Через несколько недель, не найдя кредитную карту дома, женщина обратилась в банк и получила выписку, увидев, что баланс равен нулю. Сейчас по обоим делам проводятся следственные мероприятия. В отношении злоумышленников, совершивших хищение, возбуждены уголовные дела. В связи с совершенными преступлениями просим жителей округа более ответственно относиться к сохранности своего имущества, начать сообщать свои персональные данные, либо данные о своих платежных системах, картах и так далее посторонним лицам. В столице региона тем временем продолжают угонять велосипеды. За короткий период времени сразу два случая. Так, на днях в полицию обратилась жительница Наринмара. Ее дочь оставила двухколесный транспорт рядом с подъездом одного из домов. Противоугонное устройство при этом отсутствовало. Выяснилось, что велосипед угнал несовершеннолетний. Его обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы. А вот во втором случае личность воришки пока не установлена. В обоих случаях велосипеды были оставлены без присмотра, не пристегнуты противоугонными устройствами. И, соответственно, обращаем внимание жителей округа, напоминаем еще раз о том, что необходимо пользоваться противоугонными устройствами на велосипедах, также не оставлять без присмотра на длительное время. Даже в подъездах пользуйтесь противоугонными устройствами. Стражи порядка напоминают, для того, чтобы ваш велосипед можно было быстрее найти в случае кражи, сразу после его покупки нанесите метки на крупных деталях и храните документы, полученные вами. Также нужно сфотографировать сам велосипед и серийный номер. Это значительно поможет в его поисках. Первый заместитель губернатора Ненинского округа Михаил Васильев совместно со специалистами различных структур и ведомств посетили поселки Харутай-Харивер. Рабочая поездка стоялась по поручению главы региона Александра Цибульского. Главная цель – смотреть образовательные учреждения, чтобы понять, насколько они готовы к новому учебному году. Чисто косметический ремонт. Только красили стены и полы. Первый социальный объект, который посетила делегация в поселке Харивер – школа. В образовательном учреждении в летний период, кроме покраски кабинетов, были выполнены работы по укладке напольного покрытия. Потом частично мы сделали ремонт системы отопления, сантехники. В общем, всё как обычно у нас бывает каждый год. К учебному году школа готова. 1 сентября она откроет свои двери почти для 100 учеников. Восемь из них – это первоклассники. Ещё один объект, который посетил Михаил Васильев и представители профильных ведомств, стал детский сад. Кстати, он располагается в одном здании со школы и является малокомплектным. А это значит, воспитательный процесс проходит в объединённых группах. Каждый год меняются объединения. В этом году старшая подготовительная, а в прошлом году были средняя и старшая объединенные. Подготовительная была большая сама по себе группа, она была отдельная. Это специфика не только Харивера, а и населённого пункта. Когда мы смешиваем в связи с малочисленным количеством детей, мы и в школах у нас есть совмещенные классы в соответствии с анпинами, так же и в садик с вами, соответственно. Да, ну и сейчас же новая программа по образованию, она предусматривает объединённые группы даже до трёх возрастов, до четырёх, и ничего страшного. Следующей точкой в маршруте стал аптечный пункт. Там представители департамента здравоохранения проверили наличие лекарственных средств. А что у вас от сердца есть? От сердца, так, секундочку. Минимальный меметерид, да? Да. Нитроглицерин? Нитроглицерин. А цены у вас по сравнению с городом не отличаются? На жизненоважные необходимые точно такие же, как в Юридической Федерации. Кстати, аптечный пункт находится в здании участковой больницы. Духэтажные строения площадью более тысячи квадратных метров возвели всего три года назад. Однако к его состоянию уже имеются вопросы. Здание у нас принято в эксплуатацию в 2015 году с огромными недоделками. Это в адрес застройщика были уже претензии. В этом году мы планировали и закрыли стационар на ремонт на месяц июль-август. С учетом летнего периода, когда востребованность в стационарном лечении не очень такая высокая. Ну, в общем-то, это не оправдало наши надежды. Почему? Потому что застройщик, он самостоятельно не выезжал сюда устранять свои недоделки. Действительно, непонятно по каким причинам, но подрядная организация «Мехколонна-88», гендиректором которой является Александр Медников, Харивер не явилась. Все проблемы решали силами местных жителей под руководством рабочего по обслуживанию здания Сергея Фирсова. Все, что было сделано за летний период руками местных жителей смогли оценить представители департамента строительства. До самого верха, до раковины сделали греющие капельки. Ну, до верха, потому что замерзало именно в пространстве. Сейчас утепляли цокольные перекрытия. Это между подвалом и первым этажом перекрытие достаточно утеплено. И сделали дополнительный кабель греющий для того, чтобы не замерзала канализация. Ну и то, что мы можем наблюдать, что все-таки частично работы выполнены, но претензии, конечно, к качеству, да, но заставляет желать лучшего. И я думаю, что центру строительства заказчику по результатам поездки поручим, чтобы они продолжали, ну, скажем так, заставлять подрядную организацию, которая выполнена некачественной работой, завершить все. Несмотря на проблемы, сейчас больница работает в обычном режиме. На данный момент там трудится 21 человек. В этом году в штате появился долгожданный стоматолог. Теперь, шутит заведующий отделением, все жители села могут похвастаться голливудскими улыбками. С спросом пользуется, да, у нее запись была на 7 месяцев вперед. Поэтому, ну, конечно, ведь отдаленность от нашего поселка все же не позволяет выезжать просто так для санации полости рта, для лечения. И это очень даже хороший вариант для населения, когда свой зубной врач. Общий итог поездки в Харивер подвел первый заместитель губернатора НАУ Михаил Васильев. По его мнению, главной муниципалитету удалось в срок подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. Встретились с руководителями предприятий и учреждений, обсудили ряд проблем. Естественно, основное это жилье. Конечно, проблема не быстро решаемая, но в любом случае округ этим проблемой будет заниматься. Также озвучили, что приоритет – это строительство детского садика. Департамент отсутствует имеет приоритет по данному объекту и собирается приступить уже скоро к проектированию. Еще один населенный пункт, который посетила делегация – Харута. Этот поселок Заполярного района имеет интересное географическое положение. Входит в состав округа, но расположен на территории республики Коми. В Харуте представители власти также осмотрели образовательные учреждения. Они готовы к приему воспитанников и учеников. А вообще жизнь в поселке кипит. Причем местные приводят в порядок не только социальные объекты. За летний период молодежь и подростки округа успели не только хорошо отдохнуть, но и поработать. Они убирали мусор, красили заборы и перила, приводили улицы в порядок. На сегодняшний день поселок Харута к встрече нового учебного года готов. В этом году на территории муниципалитета все лето работали несовершеннолетние. Для руководства поселка это возможность навести на территории порядок. Для подростков подзаработать. Да, многие желающие есть много, да. Ну, хотя денег подзаработать. Для этого же все-таки работать хотят. Кто куда едет, кто поступает, всем деньги нужны. А ты куда хочешь деньги потратить? Я сейчас, ну, еду в Наринмар. Кстати, молодежи в поселке немало. И что удивительно, многие после окончания учебных заведений возвращаются обратно домой. Вырос здесь, учился, сходил еще, поучился в университете, потом сходил в армию, ну, здесь годик поработал. Сейчас решил поступить на пилота в Омское училище. Ты поступил? Да, все поступил. И когда занятия начинаешь? В понедельник уеду, как бы, с первого сентября занятия. А вот оттуда, знаешь, или вернешься на родину? Вернусь на родину. А почему? Ну, хочу летать здесь. После осмотра социальных объектов участники делегации провели круглый стол с представителями поселковых учреждений, на котором обсудили главные проблемы Харуты. Самое острое из них в СПК «Рассвет севера». Бывший председатель в свое время передала некой организации земли и всех оленей. Позже выяснилось, глава СПК нарушила устав. И оказалось, что в одно мгновение, ну, это, как называют, рейдерский захват, владельцем всего стала некая фирма. Вот. Местные населения, депутаты местные, ну, скажем так, забили в колокола. Ну, и дальше подключилась администрация. В СПК был судебный процесс, в котором первое было решение расторгнуть договор, который был, и о том, чтобы передать землю обратно. В настоящее время мы подали в суд, было первое решение суда о том, что землю вернуть. Сейчас в отношении бывшего председателя производственного кооператива заведено уголовное дело. Повторное слушание состоится после 20 сентября. В СПК надеются, что им удастся выиграть суд. В администрации региона тем временем заявили, в случае необходимости они готовы предоставить помощь, в частности, юридическую. Кроме того, данная проблема уже находится на личном контроле Александра Цибульского. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Отдел ЗАГС Ниинского округа предстал перед своими посетителями в новом облике. Там завершился масштабный ремонт. Работы длились несколько месяцев. За это время специалисты подрядной компании полностью обновили большой зал для торжественных регистраций и другие помещения. По словам сотрудников учреждения, реконструкцию провели с учетом мнения самих горожан. Дело дошло даже до выбора цвета. Но уже скоро молодоженов ждет еще один сюрприз. Возле здания ЗАГСа появится сквер влюбленных. Все подробности прямо сейчас. Слишком маленькая и неуютная. Такой запомнилась многим посетителям комната ожидания. Вот так она выглядит после ремонта. Светлая и просторная. Строители демонтировали перегородку, что позволило расширить общую площадь. Впрочем, главная гордость сотрудников ЗАГСа – большой зал для торжественных регистраций. Именно здесь официально создаются новые семьи. По сути, помещение полностью реконструировали. Заменили окна, как и во всем здании. Пол, потолок и, конечно, обновили стены. Совсем недавно он был у нас в бежево-кремовых оттенках. Но с учетом новых тенденций, изменений и в том числе пожеланий фотографов, которые зачастую высказывали замечания по поводу качества фотографии на этом фоне, мы решили в этом зале сделать несколько более классические и холодные тона. Органично смотрится светлый пол. Он всегда хорошо на фотографиях оттеняет необходимые цвета. Очень интересные получились обрамления стен. Масштабный ремонт в здании произвела компания «Стройгарант». К работам приступили в апреле. На то, чтобы создать новый облик учреждения, специалистам понадобилось несколько месяцев. Сотрудники ЗАГСа признаются – все работы подрядчикам выполнены качественно, а главное – вовремя. Поэтому конечным результатом очень довольны. Были выполнены работы демонтаж-монтаж всех окон и дверей. Также выполнены все одевочные работы. Мы выполнили работы по замене потолков, поменяли их на более качественные, это натяжные потолки. В принципе, все работы завершены. Претензий заказчика по отрядчику нет. Между тем, уже в ближайшее время возле здания ЗАГСа появится сквер влюбленных. Его возведут в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Проект реализуют по инициативе Наринмарцев. Это они предложили властям разбить на пустыре сквер для молодоженов. Здесь появится большая парковка, тротуары, скамейки и малые архитектурные композиции. Вероятнее всего, это будут скульптуры. Цена проекта – 15 миллионов рублей. Выходя из здания ЗАГС, молодожены, я так полагаю, должны видеть красивую перед собой картину, вдохновляющую, чтобы у них открывались перед глазами перспективы дальнейшей счастливой жизни. Имя подрядчика станет известно 10 сентября. Представители компании «Стройгарант», которая выполняла в здании ЗАГСа ремонт, тем временем сообщили, они готовы возвести сквер для влюбленных, поэтому уже подтвердили намерение участвовать в предстоящем электронном аукционе. Олег Котанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Другим темам двухдневная программа и более 600 участников на Рейнмаре заработала очередная педагогическая конференция, которая традиционно проходит в конце августа. На этот раз она посвящена стратегическим ориентирам развития системы образования в регионе. На площадке собрались преподаватели, воспитатели и все те, кто занят в сфере дошкольного и профессионального образования. Кроме того, на конференцию приглашены заслуженные учителя, ветераны педагогического труда и представители общественности. Симпозиум открыло пленарное заседание в Большом зале Дворца культуры Арктика. Директора и учреждений и преподаватели обсуждали актуальные вопросы в сфере образования. Сфера образования всегда будет оставаться одним из основных приоритетов развития и региона, и страны. Мы хотим, чтобы наши дети выросли грамотными, хорошо обученными, воспитанными, добрыми, умели добиваться своих целей и выдающихся результатов. И это они смогут сделать благодаря вашей кропотливой работе. Работе, которую часто вам приходится выполнять в достаточно тяжелых и климатических, и, скажем, прямо бытовых условиях. Поэтому мы отдельно благодарны вам за этот тяжелый труд, уважаемые педагоги и учителя. Без спорно, что образование в округе меняется к лучшему. Есть серьезные достижения в этой сфере. Строятся новые современные школы и детские сады не только в городе, но и в селе. Укрепляется материальная и техническая база образовательных учреждений. Повышается профессиональный уровень работников образования. Завтра, во второй день конференции, состоятся педагогические чтения, работу которых будет проходить по тематическим секциям. На них обсудят инновационные образовательные практики. После участники симпозиума подведут общие итоги, озвучат главные проблемы в местной системе образования и пути их решения. Детская безопасность в Наринмаре, поселке Искатели в преддверии 1 сентября проверили состояние подъездных путей к образовательным учреждениям. В составе рабочей группы в рейд отправились уполномоченные по правам ребенка в Ненинском округе Рима Галушина, сотрудники госавтоинспекции, а также представители профильных организаций и ведомств. Какие нарушения были выявлены, расскажет Иван Кутейников. Проверку образовательных учреждений рабочая группа начала с детско-юношеского центра «Лидер». С точки зрения безопасности, рядом с подобными объектами должны быть обустроены пешеходные переходы с разметкой и ограждениями. Здесь с этим проблем нет. Тем не менее, уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе обратила внимание сотрудников госавтоинспекции на другие нарушения. Рядом с учреждением отсутствуют так называемые «лежачие полицейские». Кроме того, не хватает и предупреждающего знака для водителей. Знак «Дети». Он же тоже должен быть установлен. Он у образовательных организаций. Его нет здесь, а он же должен быть. Больше всего вопросов у детского омбудсмена возникло к территории возле Дворца спорта «Труд». Рядом с объектом отсутствуют тротуары, дорожные разметки и знаки, а также искусственные неровности. По словам Риммы Галушины, к ней уже неоднократно обращались обеспокоенные родители. Более того, несколько месяцев назад эта проблема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. По его итогам в адрес мэрии был составлен протокол со всеми замечаниями. Завершить необходимые работы обещают к первому сентября. Проведены закупки. Закупки по улице Заводской будут обустраться тротуары. Они сейчас проходят в стадии подписания контрактов. Подрядчик уже определен. Конкретно я вам сейчас сказать не смогу, кто подрядчик. По поводу дорожной разметки у нас заключен договор по аренде техники. Мы осевую дорожную разметку нанесем. Искусственные неровности в стадии доставки уже. Искусственные неровности будут. И дорожные знаки тоже в стадии доставки. То есть в первом сентября это мероприятие будет проведено. Правда, детский омбудсмен не уверен, что к началу следующего месяца будут устранены все недочеты. Ведь времени осталось совсем мало. Вот насчет тротуаров, конечно, я очень сомневаюсь. Хотя это решение было еще протокольно зафиксировано на предыдущем заседании комиссии по дорожному движению. Если по дорожной разметке и по полицейским, если они уже идут, по лежачим полицейским, если они уже идут, то я думаю, что это все-таки реально. Но вот что касается тротуаров, то да, я сомневаюсь. Кроме того, в ходе рейда рабочая группа проверила и детские учреждения поселка Искателей. Там также был выявлен ряд нарушений. В Искателях, в общем-то, недостатком было отсутствие ограждения пешеходного. На данный момент мы увидели, что оно установлено. В принципе, никаких таких нареканий нет. Ну, то есть еще привезти, очистить проезжую часть. И тротуар от загрязнений. И также спортивная школа, которая относится теперь к школе поселка Искателей, там тоже были выявлены недостатки. Там отсутствие части тротуара, дорожного знака нет, нет. По итогам рейда по детским образовательным учреждениям специалисты составят протокол с перечнем всех замечаний. Ну а 1 сентября рабочая группа планирует повторно проверить все объекты. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Игорь Тарасевич, телеканал «Север».